Новый бюджет в новую эпоху. Губернатор Нинецкого округа готовит послание к собранию депутатов. Новые средства безопасности Нинецкий округ закупит в металлодетекторы для проведения выборов и других массовых мероприятий. Пополнение окружной казны компания «Тоталь» перечислила в бюджет Нинецкого округа средства на социально-экономическое развитие региона. С главными событиями этого дня в студии Оксана Ульяновская. Игорь Кошин выступит с бюджетным посланием к собранию депутатов Нинецкого округа. В своем догладе глава региона обозначит основные направления бюджетной политики и действия региональной власти в эпоху новой реальности. Выступление состоится в рамках последней летней сессии собрания 30 июня. В послании глава региона обозначит приоритеты при формировании бюджетов текущего и последующего годов. Также губернатор расскажет о действиях власти по решению сложных социальных и инфраструктурных вопросов, новых способах организации обратной связи с населением. «Современные экономические условия требуют иметь дальновидность и принимать порой непопулярные решения», говорит Игорь Кошин. При этом важно, чтобы каждый житель округа понимал мотивы этих решений и имел возможность активно участвовать в их принятии. Напомним, летняя сессия собрания депутатов состоится 30 июня. Заседание парламентариев продлится 3 часа. Смотрите прямую трансляцию сессии в эфире телеканала «Север» и на сайте «Начало в 10 часов». Компания «Тоталь. Разведка. Разработка. Россия» перечислила в бюджет округа средства на социально-экономическое развитие региона. Ежегодно в рамках соглашения о разработке и добыче нефти на Харягинском месторождении на условиях раздела продукции компания переводит отчисления в окружной бюджет. Суммы ежегодно поступают в региональную казну с 1999 года. Первоначальный окружной бюджет получал на социально-экономическое развитие округа порядка 250 тысяч долларов США. Каждый год размер платежа увеличивается за счет индексации. В 2015 году округ уже получил 356 тысяч долларов. В 2016 году, несмотря на нестабильную ситуацию с ценой на нефть, сумма снова проиндексирована. Окружная казна пополнилась на 361 тысячу долларов, что составляет порядка 23 миллионов рублей. Общая сумма отчисления на социально-экономическое развитие округа за весь срок действия соглашения составила более 5,5 миллионов долларов США. Кроме того, компания ежегодно перечисляет бюджет так называемой роялти – плату за пользование недрами на условиях соглашения о разделе продукции. Компания «Тоталь» – один из инвесторов проекта Харягинского СРП вместе со «Статойлом» – зарубежнефтью и ненецкой нефтяной компанией. В начале текущего года французская компания «Тоталь» и российская «Зарубежнефть» пришли к соглашению об изменении размера долей своего участия в соглашении разработки добычи нефти на Харягинском месторождении в Ненецком округе. После завершения сделки в августе текущего года функции оператора перейдут от «Тоталь» к российской государственной компании. В Налименосе выберут главу и депутатов сельсовета. Совет депутатов муниципального образования «Малоземельский сельсовет» принял решение назначения выборов главы и депутатов поселения, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Ненецкого автономного округа Людмила Тоскаева, решения совета должны быть официально опубликованы не позднее 2 июля. Уже на следующий день после обнародования решения муниципальной избирательной комиссии начнет прием документов от кандидатов. Приведущие выборы главы муниципалитета состоялись 13 марта 2011 года. Тогда с результатом более 64% голосов победил Михаил Талеев. Действующий созыв совета депутатов Малоземельского сельсовета был избран 8 сентября 2013 года. Совет состоит из семи народных избранников. По состоянию на 1 января 2016 года в муниципальном образовании зарегистрировано 680 избирателей. Безопасность жителей округа на выборах обеспечат при поддержке «Башнефтьполюс» компания в рамках соглашения об участии недропользователя в социально-экономическом развитии Ненецкого округа направит в окружной бюджет средства на приобретение ручных металлодетекторов. Они необходимы для обеспечения безопасности жителей региона при проведении массовых мероприятий. Ранее вопрос обеспечения безопасности жителей округа в период проведения массовых мероприятий обсуждался на окружной антитеррористической комиссии по инициативе Управления МВД России по НАУ. Из обращения правоохранительного ведомства следует, что устройство планируется использовать в целях обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках во время думских выборов по 17 сентября 2016 года. Ручные металлодетекторы также используют на контрольно-пропускных пунктах при входе на территорию проведения массового мероприятия. В этом случае полицейские проверяют граждан на предмет переноса запрещенных предметов. Кроме того, эти средства необходимы в пунктах проведения государственной итоговой аттестации выпускников школ. Компания «Башнефтьполюс» подтвердила выделение средств на приобретение 31-го ручного металлодетектора. Остались без оружия и право на охоту. Семь жителей округа попали в мировой суд из-за нарушения правил охоты. Природоохранные рейды будут продолжены. Обучение в одну смену. В Ненецком округе вристают программу по снижению количества школьников, обучающихся во вторую смену. Федеральная реклама по цене региональной. Точное попадание в цель. Бесплатный телефон по России. 8800-101-83. Север становится ближе. Ненецкий округ хочет избавиться от вторых смен в школах к 2021 году. Администрация региона на очередном заседании утвердила региональную программу о создании новых мест в школах в соответствии с современными условиями. Документ главным образом направлен на обеспечение к 2021 году односменного режима обучения. Сейчас образовательный процесс организован в две смены. В трех городских и четырех сельских школах. В 2015 году численность ребят, занимающихся в регионе во вторую смену, достигла 593 человека или 10% всех учеников. При существующей инфраструктуре, с учетом демографического прогноза, количество занимающихся во вторую смену будет увеличиваться и в дальнейшем. В ходе реализации проекта должны быть решены задачи по обеспечению односменного режима обучения учащихся с 1 по 11 класс общеобразовательных организаций и перевода обучающихся в новое издание общеобразовательных организаций изданий с износом более 50%. Программа рассчитана на два этапа. Первый этап 2016-2020 годы, второй этап 2021-2025 годы. В этой связи уже в нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию школ в Красном на 300 мест и в Нижней Пёше на 100 мест. В 2017 году за счет внебюджетных средств будет произведен капитальный ремонт школы в селе Коткино. Также планируется ввести в эксплуатацию школу-сад в поселке Харута на 50 мест, в селе Тельвиска на 100 мест и в Индиге на 150 мест. На 2018 год запланирован ввод в средней школы в Харуте на 60 мест. В 2019 году планируется введение школы в новом жилом микрорайоне на улице Авиаторов на 700 мест и в поселке Искателей на 860 мест. В 2020 году новые школы откроются в Неси, Оксино и Нельминосе, а также школа-сад в поселке Бугрино на 60 мест. Школьники и студенты стали самыми активными участниками всероссийской акции «Чистые берега». Учащиеся школы очистили от мусора около километра береговой линии Печоры. За два часа экологического субботника юные участники акции вместе со взрослыми собрали более 50 мешков мусора. Уборку берега Печоры в районе базы Севержилкомсервиса проводили 35 школьников, посещающих детский летний лагерь. Студенты, посещающие трудовой лагерь «Чистый город», убирали береговую территорию водного объекта «Кармановская курья». Ребята собрали 38 мешков бытовых отходов и очистили более 400 метров береговой линии. Весь собранный мусор был вывезен автотранспортом муниципального учреждения. Ранние городские школьники уже выходили на очистку береговой зоны Качгартинской курьи. К участию в акции также присоединяются и трудовые коллективы организаций. Свой вклад в сохранение природы уже внесли сотрудники главного управления МЧС по Нинецкому округу, работники предприятия «Лукоэлс Севернефтегаз». Ежегодная акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» направлена на улучшение экологической обстановки. Она проводится на территории всех субъектов Российской Федерации. В 2016 году старт акции дан 1 июня. В Нинецком автономном округе организатором акции выступает Центр природопользования и охраны окружающей среды. 25 тысяч на нужды семьи. Отделение Пенсионного фонда России по Нинецкому округу принимает заявление на единовременную выплату за счет средств материнского капитала. Подать заявление могут все владельцы сертификатов вне зависимости от даты рождения ребенка. Обладатели материнского капитала, которые еще не распорядились средствами сертификата до 30 сентября, могут обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или Многофункциональный центр. Если семья уже распорядилась частью средств и оставшаяся сумма составляет менее 25 тысяч рублей, размер единовременной выплаты будет равен фактическому остатку. Семьи, не получившие сертификат на материнский капитал, подают заявление на единовременную выплату одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата. По предварительным оценкам, в Нинецком округе единовременную выплату могут получить более 2 тысяч 120 человек. В Нарьинмаре продолжают орудовать мошенники, списывающие деньги с банковских карт. Очередной жертвой стала 53-летняя женщина, которая обратилась в дежурную часть ОМВД России по Нинецкому автономному округу. Неизвестные списали с ее кредитной карты 8 тысяч рублей. Как рассказывает заявительница, ей на мобильный телефон стали поступать смс-сообщения от мобильного банка. Сначала в состоянии баланса ее счета, затем пришло сообщение с кодом для подтверждения перевода денег. При этом женщина не запрашивала и не переводила никаких операций с картой. После чего с ее карты произошло списание денежных средств в сумме 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что кражу совершила родственница заявительницы. Как выяснилось, гражданка знала реквизиты банковской карты. Родственница воспользовалась тем, что по кредитной карте не требуется ввода пин-кода. Сначала она перевела деньги на счет своего мобильного телефона, а затем на счет другой банковской карты. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при поступлении уже первых смс-сообщений подобного рода незамедлительно связаться с оператором службы поддержки вашего банка. Номер телефона указан на оборотной стороне карты и заблокировать карточку. А также напоминаем жителям о том, что в сети интернет также орудуют мошенники. Будьте предельно внимательны и осторожны, приобретая товар у незнакомых людей посредством в сети интернет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Жители округа игнорируют правила охоты. Центр природопользования и охраны окружающей среды подвели итоги природоохранных рейдов на территории общедоступных охотничьих угодий. По результатам рейда в отношении семи охотников были составлены административные протоколы. Все правонарушения были выявлены на центральном участке охотничьих угодий региона. По итогам рейда в сотрудники Центра природопользования изъяли 7 единиц оружия и 94 патрона к ним. При этом два изъятых ружья были нелегальными, то есть незарегистрированными в установленном законном порядке. Все собранные административные материалы были направлены для рассмотрения в Мировой суд Нинецкого округа. По пяти из них судьи уже приняли решение. Пять охотников лишены права осуществлять охоту сроком один год и один месяц. Административные материалы еще двух нарушителей находятся на рассмотрении. Центр природопользования и охраны окружающей среды был наделен полномочиями в области охраны объектов живого мира и охотничьих ресурсов в начале 2016 года. Подобные природоохранные рейды казенные учреждения будут проводить регулярно. В Нинецком округе началась подготовка ко Дню оленя. Традиционный праздник оленеводства отметят с 29 июля по 4 августа. На первом организационном заседании стали известны хозяйства, в которые отправятся рейсы из Нарьямара. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу улица Ленина, дом 25А. Телефон 2-17-17. Остров Вайгач – уникальный природный объект. На сравнительно небольшой территории можно встретить новоземельского дикого оленя и атлантического моржа, под виды которых включены в Красную книгу. Также вблизи острова регулярно встречаются киты, дельфины и тюлени, многие из которых также занесены в список редких исчезающих животных. Остров – одно из мест обитания белых медведей и ключевая орнитологическая территория России. Из 80 видов птиц, регулярно наблюдаемых на территории, 11 занесены в Красную книгу. Это белоклювая гагара, малый лебедь, беркут, сапсан и другие. Помимо природного многообразия, на острове много исторических и культурных памятников. Мы надеемся, что такой же национальный парк появится и на Вайгаче, все-таки это священная земля, и там будет более пристально внимание уделяться именно объектам культурного наследия. То есть с целью сохранения этих культурных памятников, возможно, может быть, по мнению жителей, какие-то вообще следует ограничить доступ людей к объектам. Идея создания национального парка на Вайгаче принадлежит губернатору Ненинского округа Игорю Кошину. Министерство природы России, региональный фонд защиты дикой природы и профильный департамент поддержали предложение и подготовка началась. Сейчас ведется работа с местными жителями. В рамках поездки у нас поступило такое предложение для того, чтобы понять, все-таки Варнак – это отдаленный поселок, который все остальные территории Российской Федерации. То, чтобы жители Варнака могли понять, что такое национальный парк, с чем это издято, какие плюсы, преимущества и, скажем так, какие ограничения накладывают перед собой создание национального парка. Было такое предложение – отвезти, возможно, каких-то представителей поселка в соседний национальный парк, который у нас есть, Кенозерский национальный парк в Архангельской области. Поездка намечена на август-сентябрь 2016 года, а пока организаторы обдумывают туристические маршруты, которые можно организовать на территории будущего национального парка. Туры на Вайгачи могут стать новым витком в развитии арктического туризма. Новая особо охраняемая территория расширит граниты заповедных зон Ненецкого округа. Сейчас на территории региона зарегистрировано 9 особо охраняемых природных территорий. Две из них федерального значения – это заповедник и заказник Ненецкий, и 7 регионального значения. В настоящее время идёт подготовка к созданию охранных зон в Тиманской тундре. Мы планируем создать природный парк «Северный Тиман». Вот примерно, сейчас вам указывают эту территорию, достаточно большая территория будет. И в состав вот этого природного парка «Северный Тиман» уже войдут памятники, существующие памятники природы. Это у нас каньон «Большие ворота» и памятник природы «Каменный город». Они будут в составе природного парка. Цель создания природного парка – здесь очень много представителей краснокнижных видов и флоры, и фауны, естественно. Ну и в целом, опять же, ценные породы рыб, защита. И в основном здесь речь идёт о защите краснокнижных видов. В целом, к 2021 году в Ненецком округе планируется создать 5 новых особо охраняемых природных территорий. Согласно плану мероприятий, будут созданы два природных парка и три заказника общей площадью более миллиона гектаров. Тогда площадь охранных зон составит 10,5% к площади территории региона. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса провёл первое организационное заседание по проведению Дня оленя. В этом году праздник тундровиков на территории округа будет отмечаться с 29 июля по 4 августа. Традиционно полёты состоятся в стойбище семейно-родовых общин и оленеводческих хозяйств. Запланированы рейсы в СПК «Рассвет», «Север», «Индико», «Путь Ильича», «Восход» и «Заполярье». О том, как проходит один из ярких национальных праздников Ненецкого округа, в следующем материале. Профессиональный праздник работников оленеводства в Ненецком округе и Республике Коми приурочен к окончанию летнего выпаса оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. Отмечается с 1932 года в первое воскресенье августа. По традиции в сельскохозяйственные, производные, кооперативы и семейно-родовые общины Ненецкого округа выезжают концертные бригады, проходят соревнования по национальным видам спорта, награждаются передовики оленеводческих хозяйств и ветераны оленеводства. Во время праздника оленеводы обсуждают самые насущные проблемы. Кроме того, в дни главного праздника оленеводов в оленей бригады, находящейся в это время в Тундре, в стойбище вылетают мобильные группы медиков, которые проводят медосмотры оленеводов и членов их семей. Ветеранов оленеводства, которые уже не кочуют по Тундре, а живут в городских квартирах, традиционно чествуют в центре арктического туризма. Оленеводство – традиционное народхозяйственное отрасль ненцев и коми в Ненецком округе. Окружное стадо оленей, по данным прошлого года, составило более 186 тысяч голов и является третьим по численности в России после Ямала и Якутии. В ночь на четверг весь Нарьинмар останется без холодной воды. С 23 часов 29 июня до 7.30 июня все потребители города будут отключены от подачи холодного водоснабжения. На это время запланированы ремонтные работы на центральном трубопроводе водонапорной насосной станции номер один. Ремонтные работы связаны с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Как пояснила директор муниципального предприятия Наталья Бетхер, профилактические мероприятия проходят ежегодно в летний сезон. Нам необходимо в центре города, в водопроводном колодце поменять задвижку на водоводе. Поэтому будет отключение в ночное время холодной воды по всему городу. Конечно, мы в объявлении дали запас времени более длительный, но постараемся за более короткий срок поменять эту задвижку и включить воду потребителям. Ночное время для ремонтных работ выбрано не случайно. В городе работают детские сады, школьные площадки и предприятия, которые необходимо обеспечивать холодной водой. Также сегодня сотрудники по КТС проводят ремонт котельной номер один. Теплотрасс на территории детских садов чистят скважины на водозаборе, осматривают колодцы. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.